Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях пресс-секретарь МОМВД России Люберецко Людмила Овчинникова. Отдельное спасибо, что она выбрала время в своем графике, потому что мероприятий много. Но мы не могли не встретиться сегодня для того, чтобы не обсудить вот какую тему. Дело в том, что в июне отмечается день, всемирный международный день борьбы с наркотиками. Ну и, как мы понимаем, весь этот день посвящен тому, чтобы напомнить о самой проблеме, о том, что эта проблема, к сожалению, до сих пор нерешаемая, она существует. И, к сожалению, количество всевозможных веществ увеличивается, искусственные, искусственно созданы. То есть для этого работают целые нарколаборатории, к сожалению, по всему миру. И все зависит только от одного – от человека. Будет он их принимать или не будет? Вот начнем, наверное, с самого простого вопроса, который должен возникнуть. Сразу же говорю, что Людмила пресс-секретарь, поэтому она не врач-нарколог. Мы попытаемся просто понять общую картину, которую у нас в городском округе Люберцы на сегодняшний день. Как обстоят сейчас дела с этой проблемой? Ну, проблемы-то действительно существуют. И наркопреступлений с каждым годом, к сожалению, становится все больше и больше. Вот, например, за последние 5 месяцев этого года уже зарегистрировано 273 преступления за незаконный оборот наркотических средств. За сколько 273? За 5 месяцев. За 5 месяцев. Ну, то есть фактически за полгода, да. Ну, 6 месяцев еще не закончено. 273 наркопреступления. И это гораздо больше, чем в прошлом году. Ну, по-моему, на 10 преступлений точно больше. Ну, я так понимаю, что речь идет о преступлении, так или иначе, связанном с наркотиками. Кто-то где-то их добыл, кто-то куда-то их попытался заложить, еще что-то и так далее. Да, все верно. И за руку поймали. Да, за незаконное хранение, есть незаконный сбыт, перевозка. Очень много подразделений. Разновидностей. Да, разновидностей этого вида преступлений. И к великому несчастью для родителей, прежде всего, потому что мы понимаем, что часто вот этим вот распространением занимаются люди молодые, там, ну, или там до 30 лет, как, да, они берутся даже иногда, ну, как работа у них, так, деньги зарабатывают. К сожалению, да. И сейчас очень распространено в этой среде молодежь. То есть они считают, что легкие деньги очень быстро можно заработать. И ничего такого... И ничего, в принципе, особо не делать. И с помощью сейчас вот социальных сетей, слава богу, что у нас закрылась сайт Гидра. Это был очень распространенный сайт среди как раз людей, которые занимаются наркопреступлениями, но он сейчас запрещен на территории Российской Федерации. И поэтому количество на территории нашего обслуживания наркопреступлений немного уменьшилось в связи с закрытием этого сайта. Но люди у нас на одном месте не стоят. И придумывают другие новые способы распространения этого зла. Ну, то есть если рассматривать вопрос с точки зрения даже человека, который сам не употребляет и знает, что это плохо, он просто по молодости, да, думает, что такая легкая работа. Но если его поймают за руку, то ничего не освобождают. Ты его принимаешь, ты не принимаешь. Один раз или два раза. Или сто раз одинаково. То есть будет наказание. Наказание суровое. И наказание, которое карается в уголовном кодексе серьезными статьями. Об этом много известно и так далее. Но я так понимаю, что сейчас еще проблема стоит и перед правоохранительными органами, и перед родителями. Мы чуть позже поговорим о профилактике. И, конечно же, она нужна, необходима. Стоит в том, что идет распространение быстро. Я помню, когда мы были молодыми, для нас это слово было каким-то таким, что-то заграничное. Почти как джинсы, потому что тоже было такое заграничное слово. И казалось, что это какие-то сумасшедшие деньги. И что даже никто еще тогда не думал, что уж плохо это или хорошо. Вот что-то такое есть. Сейчас же, к несчастью великому, вот эти химические способы, ну мы там о курительных смесях еще говорили. То есть вот в понятие наркотики официально вкладывается один смысл, а мы смотрим глобально. Столько веществ всевозможных и названий у них разнообразных. Вот скажите, какие вещества на нашей территории удалось изъять? Ну вот за этот период, этот год, у нас было изъято более 2 килограмм наркотических средств. Чаще всего это марихуана. То есть... Такой, один из распространенных, да? Да, распространенных наркотиков. 220, больше 220 грамм синтетических наркотиков. Их очень большая разновидность, я не буду о ней говорить. Мефедрон, гашиш, героин, метадон. Это самые распространенные, которые у нас на территории были изъяты. Ну вот так, когда мы говорим в граммах, в килограммах, да, кажется, вроде и немного. Да. Но мы же понимаем, что граммы в жизни человека играют огромную роль. Были зафиксированы какие-то серьёзные последствия, там, гибели людей, передозировки или ещё что-то, или какие-то серьёзные преступления, которые были под наркотическим опьянением? Ну, нет, не опьянением. Как это сказать, даже не знаю правильно-то на... Предусмотренных статьями Уголовного кодекса за наркопреступления у нас возбуждено 167 уголовных дел. 167 уголовных дел. То есть если бы не вот это, то этих бы уголовных дел бы и не было. Как наркотики попадают? Всё-таки сеть работает, я имею в виду, не только в Люберцах, а вообще в стране. Значит, как-то они всё-таки пытаются пробивать бреши между теми заборами, которые ставит милиция. Но есть ещё, кроме того, что синтетические наркотики, ведь есть наркотики растительного происхождения. Например, у нас был задержан местный житель, который у себя в гараже, он в нем проживал, выращивал коноплю. Ну вот поразительно, сколько мы читаем информации, и по стране, в самых разных регионах, самые разные люди, даже с учёными степенями. И вот тут-то там, читаешь, выращивают коноплю. Но вот неужели они не понимают, что это серьёзная ответственность? А что говорил он, что он для себя её, что ли, делал? Обычно же как говорят, я для себя. Ну, конечно, для себя. Мы же прекрасно понимаем, что это количество он для себя не будет использовать. То есть он готовил это на продажу. Значит, там потом дальше идёт поиск посредников, вы вот некая сеть. Ну, уже идут оперативные мероприятия, о которых мы рассказывать, конечно же, не будем. Но в любом случае каждое преступление будет наказано, и просто так это не останется. Но люди не понимают, что этих лёгких денег не бывает. За всё надо платить, опять же, дважды. Максимум, вот из опыта и то, что у нас на территории происходит, максимум человек, занимающийся распространением наркотиков, был на свободе, вот от момента начала и до задержания, да. Максимум три месяца. Три месяца. Да. Но потом у него срок. Представляете, молодой девочке, 18 лет, получить срок ещё на 18 лет. И что потом? А потом всё. И где жизнь? Где молодость? Да. Ну вот, поразительный. Тут мы во второй части поговорим о способах, как всё-таки люди разные, разное восприятие, разное воспитание. Всё-таки как попытаться профилактически подойти к этой теме. Но вот завершая нашей первой части, скажем так, некую отчётность, видите ли вы всё-таки некое, при том, что увеличивается, скажем, к сожалению, да, количество преступлений, но возраст преступников, возраст тех людей, которые молодеют. Молодеют. Да. То есть это становится таким... Становится глобальной проблемой молодёжи. И это такая серьёзная история. Конечно. Серьёзная история. Мы очень много профилактируем, мы проводим мероприятия, лекции, показываем видеоролики в техникумах, в школах. Мы сейчас поговорим о этом, потом позже. Вернёмся. Вот вы сказали, три месяца. Я понимаю, что мы не можем, как вы понимаете, рассказывать саму схему работы, потому что, да, зачем нам кому-то в этом плане помогать. Но так или иначе, работа ведётся. То есть ведётся она, я так понимаю, я тут могу домысливать, она ведётся и среди тех, кто когда-то был задержан, участвовал. Она ведётся какой-то контроль. Три месяца – это довольно, ну, просто какой-то фееричный срок для того, чтобы поймать преступника. Но наверняка же в этом даже кругу людей, которые всё-таки рискуют этим заниматься, они понимают же, что это так вот быстро или не понимают? Не все понимают. То есть им кажется, что меня-то уж точно. Да, да. Но, к сожалению, это не так. Я не говорю о том, что если человек начал заниматься этим у нас в районе, и там с момента того, когда он заложил, допустим, первую закладку, прошло три месяца, он три месяца будет закладывать, закладки? Нет. Я говорю о том, что вообще когда-либо, вот максимальный срок, когда человек решился на совершение данного вида преступлений, через три месяца он уже находится под следствием. Ну а вот, скажем, опять же, тут, как скажем, статистика такая вещь неприятная, но, тем не менее, даже не цифры, а само понимание по внутреннему ощущению. Мы понимаем, что наркотические вещества бывают разные. Кто-то нюхает. Для нас всегда считалось самое страшное, это когда человек начинает колоться, потому что это уже игла, это болезни сопутствующие, и это уход практически из жизни там очень быстрый. Вот чего больше сейчас? Каких вариантов? Сейчас больше синтетики всё-таки. Синтетика. Да. Либо растительная, либо синтетика. Но нет такой категории, так скажем, что вот укололся, и там сразу ты обречён на смерть. Смерть будет в любом случае, это наркотик. И он наносит вред организму. И в нашем современном мире, когда наркотики совершенствуются методом, иногда даже дегустируют их, так скажем, на людях, проверяют. Никто гарантий никаких не даёт. Вот изготовил новую партию наркодилер, ну, может быть, он что-то неправильно рассчитал, добавил какие-то ингредиенты в большем или меньшем количестве. Вот он принёс, как сейчас пытаются людям внушить, попробовать. Попробовать же можно бесплатно. Ну да, как всегда это делалось, да. А потом тебя уже подсаживают, так скажем, на эти наркотики, и ты вынужден. Да, что происходит? Выносят вещи из дома. Да. Последние продают ради того, чтобы получить эту дозу. И, к сожалению, были случаи, они не у нас в районе нет, слава богу, а были случаи в стране, что испробовали вот таким вот образом на людях, и был большой передоз, и сразу несколько трупов. Тут же. То есть с первой... Да, с первой и последней. Да, с первой и последней. Ну вот, понимаете, тема очень сложная, и, в общем-то, все они знают, к несчастью, к великому, уже много десятилетий она существует, и приблизительно даже те, кто никогда не сталкивался с этим, понимает, что происходит. Слово «закладки» стало сегодня, к сожалению, таким распространенным. Понятно, что идет борьба тех... Наркодилеры делают все для того, чтобы наркотик поступал, для того, чтобы он попадал. Правоохранительные органы пытаются эти системы разрушивать, но пока это вот все время такой постоянно работающий механизм. Но все зависит от каждого человека. И вот сейчас мы сделаем небольшой перерыв, а в второй части будем говорить на тему, как профилактировать эту историю, потому что кажется, что убедить некоторых людей не делать вот этот пробный шаг очень сложно. Но на самом деле это возможно, потому что тут и доверие играет в вопросы, и воспитание, и компания играет в вопросы, да и сам человек, некая сила воли. Поэтому сейчас мы с Людмилой Овчинниковой сделаем небольшую паузу, а после этого продолжим. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. В июне отмечается Международный день борьбы с наркотиками. И в какой-то степени с людьми, которые эти наркотики распространяют, и борьба за тех людей, чтобы они ни в коем случае эти наркотики не попробовали. Проблема существует, от нее никто не отказывается, и существуют специальные организации. Мне кажется, что это даже специальные люди, Людмила, которые подготовлены для таких правоохранительных органов. Да, естественно, это специализированное подразделение. Называется отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. У нас на территории. Напомню, что у нас в студии пресс-секретарь МОМВД России Людмила Овчинникова, и говорим мы на тему наркотиков. Я знаю, что вы принесли несколько материалов, прям вот настоящие, реальные дела, уголовные. Вот прям зачитайте, нам интересно, как это все выглядит. В этом году сотрудниками отдела по незаконному обороту наркотиков был выявлен наркопритон. Было возбуждено, естественно, по нему уголовное дело по статье 232, часть 1. Что это за статья, хотелось бы рассказать? Это организация, либо содержание притонов, или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ, либо их аналогов. И наказывается это преступление лишением свободы на срок до 4 лет. То есть, смотрите, если в быту мы говорим об этом, пригласил человек своих друзей в квартиру. Они в этой квартире употребили. Через неделю опять пришли. Опять употребили. Вот вам, пожалуйста, на лицо наркопритон. Причем человек, который пригласил, может не употреблять, но он предоставил помещение. Да, 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 совершенно верно. Он предоставил помещение, и срок ему грозит до 4 лет лишения свободы. На пустом месте, что называется. Так, еще примеры. Сотрудниками отдела по незаконному обороту наркотиков в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий под названием «Обследование помещения» был задержан 40-летний житель Москвы. При нем было обнаружено 5-литровые канистры с жидкостями синего и зеленого цвета. Примерно 3,5 тонны. То есть, это совсем не маленький объем. И упаковочное оборудование. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 234, часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. И наказывается это лишением свободы до 3 лет. То есть, ну это вроде как даже и не наркотики, а химия, да? Да, это как и химия, да, не замерзает. Но в ней содержатся сильнодействующие или ядовитые вещества. И вот, пожалуй, это... И да, мы вроде как-то не знаем, куда это может быть направлено. Понятно. Так, интересно, еще. Значит, опять-таки, в ходе обследования помещений в поселке Красково в гаражном боксе житель Лыткарина, то есть соседнего города, был задержан за хранение оружия или боеприпасов. Так. В отношении него было, естественно, возбуждено уголовное дело по статье 222, часть 1. Это незаконные приобретения, передача, сбыта, хранение огнестрельного оружия или боеприпасов. Так. Это тоже преступление. И оно наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. И причем со штрафом. Как минимум 80 тысяч рублей. Да, в Держинском в ходе проведения обследования гаража 36-летний местный житель выращивал коноплю. Коноплю. Прямо в гараже. Прямо в гараже. И было у него изъято 56 кустов. И наверняка он сказал, что для себя. Ну, само собой, конечно. И что ему грозит? Это статья 231. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. И опять-таки наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. То есть опять-таки срок. И самое печальное в этом во всем, что получив срок по такой статье, люди потом не устраиваются нормально на работу. Ну да, это как бы уже черная метка. Это все же фактически, да, перечеркнуто. И я так понимаю, что любому адвокату довольно трудно будет, скажем так, победить в суде, чтобы как-то переубедить, чтобы не дали срок. То есть это налицо уже... То есть очень сложно, да? Там условный срок, то есть это такое дело... Нет, условные сроки в практике дают, да. Но все равно... Все равно, да. Конечно, испорчена. Да. Хорошо, вот теперь пришло время поговорить нам о профилактике. Что, как сегодня она работает? Что существует? Мы проводим совместные рейды с сотрудниками ПДН, с сотрудниками отдела по незаконному обороту наркотиков, с сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних. Мы объясняем детям, подросткам. То есть мы ходим в технику, мы ходим в школы, к старшеклассникам, да, в принципе, к восьмиклассникам тоже. Рассказываем, что такое наркотики. А они слушают? Слушают. Потому что зависит от того... Как ты это преподнесешь? Потому что если просто зачитать там какую-то методичку, да, это одна история. Да, это естественно неинтересно. Но мы показываем видеоролики, снятые из жизни. Естественно, немножко их это настораживает. Начинают бояться, что действительно это так, что может быть. И какие плачевные последствия наступают. То есть есть шанс, что какой-то, ну, неуравновешенный в этом плане, потому что есть, мне кажется, ребята, которые изначально себе как бы ставят заслон на это, да? Да, конечно. А есть вот неуравновешенные, которые, ну, вот из цикла надо в жизни попробовать всё, да? Вот. А увидев это, они могут всё-таки, да, перейти на сторону света. Мы на это надеемся. Да. Но мы же понимаем, что опять же, вот вечная проблема, они всё равно делают на один шаг быстрее, да? То есть я имею в виду те, кто продвигают эту историю. Вот меняется ли система мастер-классов, профилактик, каких-то видео? Насколько этот процесс живёт? Естественно, да, меняется. Кто этим занимается? Ну, этим занимаются непосредственно специалисты отдела по борьбе с незаконным оборотом нахотиков. Тут же ещё такой психотерапевтический ещё должен быть взгляд, да, чтобы на психику тоже воздействовать, что не делая этого. Они более глубоко, естественно, чем я знаю эту проблему. И подготавливают те материалы для показа, как раз настроенные на конкретную проблематику. То есть вот сейчас распространено очень вот это. Ну, то, с чем ребёнок может столкнуться прямо здесь и сейчас. А родители как-то участвуют в этом процессе? Особенно вот, ну, родители же они разные есть. Те, кто внимательно сидит за детьми, они могут какой-то, вот они что-то почувствовали, да? Вот что им делать? К врачу идти, к вам идти, куда идти? Вроде как и не хочется ребёнка, вроде ничего, но они чувствуют, что это не то. Во-первых, сначала надо поговорить со своим ребёнком. Так. Как он на это отреагирует? Может быть, ребёнок просто немного запутался и там начал что-то изучать, да, не то, что нужно. Может, его стоит чем-то увлечь. Перенастроить в другую, да. Да, перенастроить, так скажем, в другое русло, и всё будет хорошо. А так советы психолога, боюсь, даже не помогут. Надо разговаривать с ребёнком, надо с ним общаться. Ну, я так понимаю, что вот, ну, истории мы разные, видимо, и в кино, и в книгах, и даже блогеры об этом рассказывают, да, вот это появление какой-то агрессивности у ребёнка. Сити интернет усугубляет ситуацию. Это да, но я имею в виду, ну, мы берём сейчас как бы положительную, опять же, сторону, когда кто-то уже кричит о своей боли, да, о своих детях, о своих проблемах, о своих рассказах, о том, что ребёнок начинает себя по-другому вести, начинает вынос вещей самых элементарных. Вот этот сигнал, уже не то, что надо бить тревогу, и тут уже разговорами не поможешь, криками не поможешь, потому что можно очень быстро потерять своего ребёнка, причём в прямом смысле этого слова. Вот с другой стороны, мы прекрасно понимаем, все мы учились в школе, что нас всегда пытались учить чему-то хорошему, и действительно многое проходит мимо, иногда да хорошие дети могут столкнуться с этим. Вот что должны дать родители изначально, чтобы этого не произошло, чтобы потом уже полиция не докручивала эту историю в других... Я думаю, первоначально любовь, внимание и понимание своего ребёнка. Чтобы ребёнок сам как-то шёл на контакт. Конечно. Объяснять ему, что хорошо, что плохо. А какие вопросы они задают вам во время... Ну, у вас же, наверное, есть дискуссия какая-то? Да, конечно, есть вопросы разные. Кто-то интересуется, а что будет, если я нашёл, например, какой-то свёрток, что же мне делать? Ага, там, да. Ну, бывает такое, потому что закладчиков, к сожалению, очень много сейчас у нас появилось, и бывает такое, что находят. Набрать по телефону 112 и позвонить в полицию. То есть обнаружил кто-то, чью-то закладку. Да. Мне бы хотелось ещё поднять одну тему. Угу. Вот изучая соцсети, так как это моя прямая обязанность, да, очень многие люди выставляют посты в своих инстаграммах, телеграммах, в контактах, ну, то есть во всех социальных сетях, о том, что вот, смотрите, я сфотографировал там, это закладчик. Угу. Я, конечно, понимаю, всем хочется немножко… Драйва такого. Драйва, да. Ну, почему бы в первую очередь не позвонить 112 и не сказать о том, что вы знаете, у меня тут вот под деревом мужчина, допустим, очень долго копается под кустом. Угу. Да. Это гораздо будет эффективнее, чем люди снимут на свой мобильный телефон и попиарятся в социальных сетях. Кстати, а по поводу, ну, у нас работает официально телеграмм, другие какие-то социальные сети, хоть у нас запрещены на территории Российской Федерации, но, как мы выяснили, ПВП, но их смотрят всё равно. А что, вот если человек вдруг решил рекламу дать каким-то веществам, может, тоже грозит какое-то наказание? Ну, например, что обратитесь ко мне, и я вам достану какое-нибудь там вещество. Такие проскакивают иногда вещи. Таких, честно говоря, я не встречала. Очень завуалировано. Но есть предложение о работе. Да, да, вот я же про это и говорю, да. К сожалению, наши технические средства не позволяют вычислить, потому что это всё через много… Ну, то есть такая система, чтобы… Да, система очень много ступеней. Ступеней, да, и найти концы, задержать кого-то. Ну, важно вот тут понимать в любом случае, что это попытка в любом, ну, как донести, да, вот этот в кавычках товар до человека. Поэтому помните то, что вы рассказывали, что это уж 100% может быть убийца номер один. То есть непонятно, из чего сделано сделать, оно и так. Резюме такое печальное, и не зря этот день существует, что, конечно же, проблема существует, и решение её зависит совсем не от полиции, кстати, вот глобально. Зависит прежде всего от людей, от воспитания, от понимания, что каждый человек выбирает свой путь. И очень, поверьте, тяжело смотреть, когда воспитанные, образованные, 20-30-летние люди по вот такой вот статье не просто ломают себе жизнь, а ломают жизнь вокруг всем окружающим. Я уж не говорю про тех, кто ушёл в мир иной. Поэтому задумайтесь ещё раз. Я так понимаю, что будут продолжаться у вас всевозможные профилактические работы. Вот, то есть... Это на постоянной основе. Работа идёт, и как бы наркодилеры не выкручивались, всё равно рано или поздно будет найдена эта дорога, и будут найдены все последующие пути. Ну, а наша задача, действительно, увидел, сообщить, телефонов сейчас много, да, не просто там, ай, радоваться что-то, просто надо сообщить, и пусть этим делом занимаются профессионалы. А то мы много говорим, все так иногда улыбаются, посмеиваются, а проблему надо решать вместе. Конечно. Спасибо, Людмила, что вы к нам пришли, поделились некоторыми забавными, в кавычечках, такими историями, как, даже парадоксально, как вот у себя в гараже человек может коноплю выращивать и делать вид, что вот ничего такого не происходит. Но, видимо, люди такие разные. Людмила Овчинникова была гостью нашей сегодняшней программы, пресс-секретарь МОМ ВД России Люберецкая. Говорили мы по-человечески, мы особо так много даже цифр не специально такую себе задачу поставили, поговорить по-человечески, чтобы вы услышали и всё-таки помнили все, при чём. Потому что есть внуки, есть бабушки, дедушки, помнили все, что проблема рядом, и за ней нужно следить, и помогать нужно всем вместе, друг другу. Спасибо вам большое. Вашим коллегам передавайте привет, всё-таки это в какой-то степени тоже их день, день борьбы с наркотиками. Ну, это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»